Приветствую, с вами Андеркай, в этом видео я расскажу как работают все виды цветов из мода Ботания на версию 1.16.4. Поехали! Кстати, интересный факт. В новых версиях Ботании убрали цветы, которые пассивно генерировали ману и ничего не требовали взамен, такие как дневной цветок и его ночной аналог. Вначале мы рассмотрим генерирующие цветы, то есть цветы, которые производят ману. Первый цветок это вода гортензия, которая будет генерировать ману, поглощая стоячую воду вокруг себя в области 3х3. Также она эффективнее работает во время дождя. Время жизни данного цветка 1 час реального времени, после этого она засыхает. Следующий цветок называется эндопламя или пламя края. Оно вырабатывает ману за счет сжигания горючих предметов. И кстати, при сжигании оно возвращает побочные предметы. Следующий цветок это тайная роза, она вырабатывает ману за счет поглощения опыта у ближайших игроков. Жизнь одуванчик. Очень сложно будет объяснить как он работает, но я попытаюсь. Представьте, что у вас есть квадрат, в центре которого и находится наш цветок. В каждую сторону до вон той красной границы у нас по 12 блоков. И все это поле для нашей игры, куда мы будем ставить клеточные блоки, которые будут имитировать жизнь настоящей живой клетки. Итак, вы поставили эти блоки и нажали рычаг рейстоуна. Да, этому цветку нужен рейстоун сигнал. Далее исхода 2. Эти клетки начинают делиться и стремятся приблизиться к цветку. Как только они его достигают, вы получаете ману. Не забывайте, что вот в этой красной зоне вокруг цветка нельзя ставить блоки. И не забывайте выключать сигнал рейстоуна. Иначе, когда вы будете ставить новые блоки, они будут сразу же пропадать. А те клетки, которые не успели достигнуть нашего жизни от уанчика, они просто умрут спустя какое-то количество циклов превращений. Чем больше перестановок, тем больше вы получите маны в итоге. А следующий цветок – жевательная роса. Она вырабатывает ману путем поглощения листву из деревьев. Кстати, как только она заканчивает поглощать листву, у нее кд. Минута. То есть нужно немножко подождать перед тем, как она вновь начнет кушать. Далее у нас идет цветок Арафловзия, который генерирует ману путем уничтожения близ себя любых цветков, которые вы создали в лепестком аптекаре. И еще один интересный цветок – Спектролиз. Он вырабатывает ману путем того, что он кушает шерсть. Да еще определенную. Для того, чтобы узнать, какую шерсть он хочет именно в этот момент, вам необходимо навестись на него посохом леса. Слизевик. Вырабатывает ману, поглощая слизь. Но не ту, которая выпадает при убийстве слизь, а ту, которая производится естественным путем. В слизневых чанках. Гурморилис. Этот цветок любит покушать. В прямом смысле этого слова. Он вырабатывает ману за счет того, что съедает еду. Он кушает один определенный вид пищи какое-то время. Если вы в это время будете кидать ему другую еду, то за нее вы не получите ману, хотя он ее и съест как бы. Еще не стоит ему постоянно скармливать одну и ту же еду. Чередуйте ее. И еще. Чем питательнее пища, тем больше маны вы получите. Энтропинум. Данный цветок вырабатывает ману за счет взрывов, поглощая их тем самым, не позволяя разрушаться местности. После взрыва позвольте цветку отдать всю ману, которую он накопил. Иначе после взрыва нового динамита ваш цветок уничтожит. Теплолилия. Вырабатывает ману, поглощая лаву в области 3х3 вокруг себя. Один блок лавы она потребляет в течение 45 секунд. Затем отдыхает 5 минут. Следующий цветок называется Шалк Минод. Он вырабатывает ману, если шалкер попал в кого-то своим снарядом и наложил на него эффект левитации. Цветок должен находиться рядом с ними. Но просто так шалкер никого не будет атаковать. Его нужно использовать в паре вот с этим вот цветком, про который я расскажу дальше в видео. Теперь я расскажу вам про функциональные цветы. Они выполняют какое-то определенное действие за ману или не потребляя ее. Поехали. Первый цветок это чистая маргаритка. Она преобразует камень в жизни камень и древесину в жизни дерева. Далее у нас идет Звон ошиб. Звон ошиб это цветок, который требует ману. Если дать ему ману, то он начинает убивать все вокруг. Не считая игрока. Хороших и плохих мобов. И нейтральных. Следующий цветок это Бергамут. Он уменьшает громкость мобов на 85%. На 4 блока вокруг себя. Ему не требуется мана для работы. Страшно шип. Убивает только взрослых мобов. Наподобие овец, коров, свинок и курочек. Требует ману для своей работы. Мечта Хайсей. Вызывает ярость у ближайших мобов, заставляя их атаковать друг друга. До самой смерти. Тигроглаз. Цветок, который останавливает криперов. Также он не позволяет им взрываться. Для его работы не требуется мана. Измоченный амарант. Данный цветок, если к нему подать ману, начинает быстро выращивать вокруг себя стандартные цветы из мода Ботании. Рудноцвет. Данный цветок, если к нему подать большое количество мана, начинает превращать ближайшие блоки камня в рандомные оруды. Павшие канаде. Данный цветок при подаче к нему маны будет набрасывать на вас и ближайших игроков эффект регенерации. Экзоплавие. Данный цветок при подаче к нему маны улучшает эффективность ближайших печек, заставляя их работать быстрее. И они не будут требовать топлива. Агрогвоздика. При подаче маны ускоряет рост растений на грядках. Вороток. Цветок, который действует по принципу воронки. Если рядом с ним, плотную к цветку поставить какой-то инвентарь и выбросить рядом блок, то этот цветок подберет этот блок и поместит его в инвентарь. И да, если вы разместите на один из этих инвентарей рамку с каким-то предметом, то этому инвентарю будет отдаваться приоритет. А если вы хотите изменить настройки самого цветка, возьмите посох леса, переключите его в функциональный режим и покликайте по цветочку. Кстати, цветок не требует маны. Мана ему нужна лишь для того, чтобы увеличить область действия. Пута ягода. Данный цветок за ману создает вокруг себя область, из которой мобы не могут выйти. А цветок джиулия наоборот. Если ему подать немного маны, то он создает область, в которую мобы не могут войти. Рану карпу. Данный цветок позволяет устанавливать блоки, которые выпали в мир. Сначала вам необходимо посадить сам цветок. Потом, под блок, на котором установлен цветок, вы должны установить блок-шаблон. Он может быть абсолютно любым. Теперь в любом месте разместите точно такие же блоки и шаблоны. И теперь, если вы выбросите какой-то блок, который можно поставить, он будет установлен сверху вот этих блоков-шаблонов. Данный цветок не требует ману, но мана увеличивает ее область действия. Сломав доску под нашим цветком, теперь под ним можно сказать воздух. А воздух он повсюду. И блоки начали устанавливаться в рандомном порядке. Красиво. Геоцидус. Данный цветок за ману отравит всех ближайших мобов. Полидизиак. Данный цветок при подаче маны создает романтическое настроение у ближайших мобов. Если рядом есть еда, которую они кушают, и есть партнер, то они заделают ребеночка. Глинарцисс. За большое количество маны он превратит ближайший песок в глину. Летельпан. Потребляет большое количество маны, но взамен выбрасывает вокруг себя рандомные вещи и сокровищницы. Так было написано в книге по ботании. Но ресурсы не будут спавниться, а злые агрессивные мобы будут. Видимо, это сделали из-за того, что данный цветок был очень читерным. До версии 1.12 все работало как надо. Тупомильник. За небольшое количество маны он будет сдувать предметы в определенную сторону. Если вам нужно изменить направление, то берите посох леса, переключаете его в функциональный режим и кликаете по цветку. Черные частицы показывают, какую сторону дует тупомильник. Винолотос. Данный цветок будет путать эндерменов. При телепортации они будут оказываться на нем. Я на них сагрессировал, а теперь они пытаются меня убить. Как видите, при телепортации они оба попадают в одно и то же место. К винолотосу. Рядом с бассейном маны. Спектронтин. За ману данный цветок будет телепортировать предметы, которые вы бросите, на определенный блок, к которому вы привязались. Дистанция 12 блоков вокруг цветка. Чтобы привязаться к какому-то блоку, включите режим привязки на посохе леса. Кликните сначала по цветку, а потом по блоку, на который вы хотите, чтобы телепортировались предметы. Цветок медмон. За ману он прорезает ближайших мобов в радиусе 6 блоков вокруг него. Мориморфозис. Данный цветок за ману превращает ближайшие блоки камня в метаморфические блоки из мода Ботания. Тип блоков зависит от биома. Цветок бобл при подаче маны создаст под водой область, которая будет заполнена воздухом. Напоминает чем-то принцип действия губки. Салигнолия. Данный цветок позволяет вам заблокировать кольцо магнетизма. Проверить я это не смог, потому что кольцо магнетизма у меня почему-то тупо не работало. Ни обычное, ни великое кольцо, сделанное из тиростали. Огненный рудноцвет превращает блоки адского камня в руды из ада, а именно кварц. Требует ману и должен находиться в аду. Это был последний цветок. Вы не представляете, сколько времени я потратил на этот гайд. Надеюсь, он вам понравился и вы оцените его лайком или подпиской. С вами был Андерка и это был гайд по моду Ботании на версии 1.16.6. Цветы.